Бизнесмены Китая всерьез обеспокоены обесцениванием юаня. Дешевеющая валюта ведет к тому, что жители страны пересматривают свои расходы с упором на экономию средств. Сейчас страна готовится встретить самый главный праздник – Новый год по лунному календарю. Несмотря на то, что в эти дни у многих семей принято отправляться в путешествие за рубеж, сейчас жители Поднебесной вынуждены менять свои планы. До самого главного праздника в Китае осталось три недели. Китайский Новый год, или, как его еще называют, весенний фестиваль, в этом году начнется 8 февраля. Он длится 15 дней и завершается праздником фонарей. Многие жители страны отправляются в период каникул за рубежные туры. Те, кто успел забронировать путевки заранее, уже готовятся к путешествию. Остальные же пока в раздумье. Из-за подешевевшего юаня такие воежи значительно бьют по карману. Туристические фирмы опасаются неблагоприятных последствий для всего бизнеса. Если юани дальше продолжат обесцениваться, то в следующие месяцы путевки могут подорожать на 10, а то и на 20%. Рост курса американской валюты в первую очередь повлиял на стоимость авиабилетов, а также проживание в гостиницах. Дороже теперь будут обходиться сувениры и подарки, которые туристы привыкли привозить из путешествий. Среди тех, кто в целях экономии средств подумывает отказаться от поездки за границу, и жительница Пекина Хан Жажин. Конечно, обесценивание юаня, особенно перед праздником, нас не радует. Сейчас стоимость путевки выходит намного дороже, чем я рассчитывала. Если не получится отправиться за рубеж, наверное, поеду в путешествие по стране. К слову, жители Поднебесной признаны самыми активными путешественниками. В прошлом году в загрантурах побывали свыше 110 миллионов китайцев, обогатив бюджет иностранных государств на 165 миллиардов долларов. Среди основных направлений США, Япония и страны ЕС. Но из-за текущей ситуации туроператорам приходится вводить новые предложения. Страны, где юань все еще котируются высоко. Валюты таких стран, как Россия, Бразилия, Сингапур, по сравнению с юанем, обесценились больше. Поэтому путешествия в этих государствах для китайцев выходят дешевле. Чтобы не терять клиентов, Жан Хунан рекомендует им экскурсии по достопримечательностям Китая. Он отмечает, что меры, принимаемые правительством для развития внутреннего туризма, дают свои плоды. Однако дешевеющая нацвалюта уже отрицательно отражается на туркомпаниях.